Алена Охотина в молодости хотела быть врачом, даже получила диплом специалиста, но в жизни выбрала другую профессию. С кризисом компания разорилась и женщина осталась без работы. В Пермском городском центре занятости ей предложили сменить трудовую деятельность. Так как у меня есть диплом медсестры, мне предложили вот такую вот интересную вакансию. И поэтому я решила, что компьютер знаю, знания есть, восстановить можно. Поэтому решила, что возможно я еще здесь пригожусь и пришла учиться, чтобы быть полезной людям. Все как в годы учебы в мединституте. Длинные занятия каждый день и практические работы. Отличие, пожалуй, в том, что преподавательно все дисциплины один, да и курс намного короче. Здесь главная цель восстановить знания и выпустить уже готового специалиста. Такие интенсивные занятия будут проходить около полутора месяцев. Далее экзаменационные испытания, по результатам которых учащимся вручат диплом о профессиональной переподготовке. И сертификат специалиста. Уже с этими документами будущие медицинские работники смогут заняться любимым делом. Вопросы трудоустройства решают в Перми на самом высоком уровне. Буквально на днях состояло заседание трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Где власти, профсоюзы и работодатели обсудили ряд насущих вопросов. Один из них это программа переподготовки и дополнительного образования. Эти программы, они действительно носят очень важную такую вот нагрузку. Почему? Женщина, находясь в отпуске за три года, все равно так или иначе теряет свою компетенцию. Или, может быть, приходит мысль вообще поменять сферу деятельности. Это возможность, которая предоставляется безработным гражданам, которые желают получить профессиональное обучение, профессиональное образование, да, может быть, дополнительно, женщинам и пенсионерам. Только за прошлый 2014 год профессиональное обучение и дополнительное образование получили 1415 безработных граждан, 225 женщин в декретном отпуске и 39 пенсионеров. Еще один не менее интересный вопрос, который обсуждали на комиссии, исполнение указов, стал указ президента Российской Федерации по поэтапному увеличению оплаты труда. В Перми по итогам 2014 года эта задача выполнена полностью. Зарплата учителей, воспитателей детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования за год увеличились. Те, значит, параметры, которые сегодня, ну я знаю, материал уже просмотрел, нас могут точно только порадовать. Потому что сегодня даже опережающими, значит, темпами идет рост заработной платы. Ну и нам бы, конечно, хотелось, чтобы не только росла зарплата, но и повышалось качество тех услуг, которые получают жители нашего города. По итогам совещания комиссия приняла решение продолжить работу по увеличению зарплат в 2015 году. Так профсоюзы возьмут на себя мониторинг этой ситуации в Перми, а работодатели и центры занятости обеспечат трудовую занятость жителей города.